В музыкальном театре честуют финалистов муниципального этапа Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Учитель года-2017». За звание лучшего в различных номинациях боролись 39 педагогов. Призерами конкурса стали 15 учителей, воспитателей и педагогов-психологов школ и детских садов Ростова. Победители городского этапа отправятся на региональный, который пройдет в середине апреля в Таганроге. Я желаю удачи всем тем, кто представлен в числе номинантов. Я желаю всем тем, кто выйдет на следующий этап отбора, но самое главное, я хочу пожелать успехов и удачи всем учителям, потому что от нашей с вами работы зависит уверенное будущее нашей страны. В профессиональном конкурсе педагоги соревнуются 28 лет. Как заметили организаторы, год от года уровень работ постоянно растет. За это время много что менялось, менялись условия конкурса, ставились новые задачи. Оставалось одно неизменное. Конкурс позволял найти талантливых педагогов, определить лидеров, которые в дальнейшем становились действительно локомотивом в педагогике. Слова поздравления и яркие номера детских творческих коллективов чередовались с торжественным вручением сертификатов победителям конкурса в размере 35, 60 и 100 тысяч рублей. Лауреатов номинации «Учитель года» наградил глава администрации Ростова Виталий Кушнарев. Два года подряд мы были победителями областных турниров «Учитель года» и хочу, чтобы эта добрая традиция, конечно же, продолжалась. В прошлом году наш город прославил учитель 11-го лицея, учитель русского языка и литературы Андрей Барашев, который стал победителем всероссийского конкурса «Учитель года» и получил в Москве диплом и привез оттуда хрустального пеликана. В этом году первое место в главной номинации конкурса заняла учитель истории 14-го экономического лицея Елена Чернышева. Сертификат на 100 тысяч рублей в руках Елены Михайловны. Еще раз ваши аплодисменты. Сотография на память. Хочется, чтобы у детей было представление о том, что история – это не мертвая, а живая наука, чтобы они понимали, как жили их предки, чувствовали их страдания и боль, может быть, иногда, может быть, и радость. Поэтому я стараюсь сделать историю для них живой. И таким образом дети хорошо знают и любят этот предмет. Добровольных помощников для 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов подготовят в ДГТУ. Здесь торжественно открыли Центр по привлечению и подготовке волонтеров. Ректор Бессарен Месхи и сопредседатель Ассоциации волонтерских центров России Артем Метелев подписали соглашение о сотрудничестве. Ну что, поехали! 20 таких центров в разных регионах страны подготовят более 7 тысяч добровольцев. Желающих немало, поэтому конкурс серьезный, 6 человек на место. Юлия Боровец – одна из претенденток. Я проходила школу волонтера. Мы нам давали ситуации, нам рассказывали, что нам необходимо идет, какие вообще бывают мероприятия. И вообще этика поведения волонтера в принципе. Это довольно интересно, потому что, честно говоря, я видела разных людей, которые пришли в волонтерство просто так, не проходя школу волонтера. И тех людей, которые действительно проходили школу волонтера. И уровень развития гораздо выше. Мы будем обрабатывать все заявки, которые поступают к нам от желающих стать волонтерами Всемирного фестиваля. И будем проводить с ними интервью. У нас волонтеры будут на фестивале работать по 14 функциональным направлениям. Будем определять, к какому направлению они подходят. И в дальнейшем, после отбора, будут проходить тренинги, мастер-классы и обучение для того, чтобы они успешно отработали на фестивале. Волонтеры должны пройти онлайн-регистрацию, заполнив анкету прямо в волонтерском центре. Крайний срок подачи заявок на фестиваль для участников 15 мая, для волонтеров 31 марта. Также в ДГТУ заключили договор о стратегическом сотрудничестве между опорным вузом, российскими студотрядами и ассоциацией волонтерских центров. Опыт организации волонтерской работы у опорного вуза большой, отмечают участники встречи. Кто, если не опорный университет, должен стать центром? Такой опорной точки. А то, что мы будем работать, в этом не было сомнений. Когда мы были в Сочи, тогда я выступая перед вице-премьером Мутко, и когда все присутствовали, все остальные ректора, я и предложил как раз вопрос о создании как раз здесь наследия именно и продолжать работу в этом плане. продолжать подготовку как раз волонтеров не на 2017 год, не на 2018, а на будущее. Самое главное то, что очень здорово, что мы сегодня и с Федеральным агентством по делам молодежи, и с вузовским сообществом, и с ассоциацией волонтерских центров обсуждаем вопросы дальнейшего, вопросы наследия. То есть дальнейшего создания и функционирования ресурсных центров, группных, региональных, на которые могли бы все опираться, и волонтеры наши бы участвовали в различных мероприятиях различного уровня. Мы не сомневаемся, что это будут лучшие и наиболее опытные ребята, которые уже попробовали себя в других событиях и вообще в принципе участвуют в социальных проектах как университета, так и области в целом. Ну и мы сегодня обсуждали задачи, которые будут на потом, так сказать, на после фестиваля. Мы не планируем останавливаться в октябре. Мы хотим использовать то, что, ту возможность, которую подарила страна для проведения всемирного фестиваля в системную работу, открывать здесь ресурсный центр по развитию добровольчества в области и вовлекать ребят в реализацию инициатив областных, региональных, не только студентов, не только молодежи, но осознавая, что ДГТУ – это центр активности во всем регионе, вовлекать людей разных возрастов. В новом центре будет действовать 14 функциональных образовательных направлений, таких как медицинское сопровождение, сопровождение делегации, работа в медиа-центре и на объектах работа по обеспечению безопасности. Иными словами, волонтеры будут вовлечены во все процессы, связанные с организацией фестиваля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова